Последний бой, он трудный самый. Здравствуйте, друзья. Мы стоим на финишной прямой. Нам остается всего лишь один сектор. На поверхности и один в подземелье. И надо сказать, оба сектора меня сильно удивили. Я встретил там то, чего совсем не ожидал. И концовка была совсем не похожа на финалы других модов. Но обо всем по порядку. Идем вперед. И первое, что бросается в глаза, здесь нет врагов вообще. Мы встречаем некого киборга в преклонном возрасте, да еще с закрытым глазом, который прямым текстом сообщает нам, что мы нашли действительно кейс, и они об этом знают и кольцо. И в явном виде требуют отдать ему и то, и другое. Этот персонаж заскриптован вдоль и поперек. Он реагирует на большое количество действий. С ним нельзя много разговаривать. Он начинает психовать. Войдя в сектор, нельзя просто так убежать. Он начинает психовать и стрелять первым. И все эти ребята, которые вокруг него стоят, обижаются, кстати говоря, вместе с ним. Но, естественно, если мы пытаемся пройти мимо него, он тоже начинает психовать. Ну и при попытке его атаковать, или вообще, если он получает любое повреждение, он также начинает психовать и первым атаковать. Ребята стоят очень близко. И, конечно же, у нас нет никакого шанса за свой ход. Они полностью нас уничтожают. И сейчас я вам продемонстрирую некоторые его реакции на наше, скажем так, в кавычках, нестандартное поведение. Для начала давайте попробуем просто его проигнорировать. Может быть, парень-то несерьезный, шутник. Но как только мы удаляемся от него на некое расстояние дальше положенного, срабатывает триггер, и он нас незамедлительно атакует. Смыслу дальше показывать я не вижу. Дело в том, что за один ход соперник нас вносит в ноль. В живых не остается никого. Также интересно сделана его реакция на случай, если мы не захотим с ним говорить. Вот просто не захотим и все. Закончим принудительно разговор. Он тоже на это обижается и говорит, что раз мы с ним не желаем разговаривать, тогда пошли в жопу. И пытается забрать кольцо силой. И опять нас полностью уничтожают прямо за один наш ход. Его ребята находятся просто очень близко к нам. Да и вообще, меня удивило то, что мы высаживаемся только в определенном месте и никак высадиться в другом месте этого сектора не можем вообще. У нас нет такой возможности. Попытки убежать в другую сторону тоже пресекаются. Я продолжил свои эксперименты с этим заскриптованным персонажем и на этот раз решил посмотреть, что будет, если я, например, рядом с ним взорву что-нибудь тяжелое. То есть не буду в явном виде его атаковать, стрелять по нему, а просто у него случайным образом под ногами что-нибудь взорвется. Ну, например, хорошая тяжелая мина для миномета, которая сдетонирует от динамита, обработанного кристаллами. Ну, то есть, короче, шансов у него нет никаких. Посмотрим на его реакцию, что он нам скажет, если успеет, а также на реакцию, собственно, его ребят, ребят, которые его тут вокруг охраняют. От киборга остается только два провода и полноги, но зато остальные понимают, что начальника больше нет и точно так же нас атакуют. У него, кстати, G11. Дальше я попробовал, а что будет, если, как обычно, мы уходим с сектора, а потом тут же в этот сектор возвращаемся, можно ли их таким образом быстро всех добить. Ну, вы видели, что этот трюк довольно неплохо работал несколько предыдущих секторов и хорошо себя показал. Нет, на этот раз не прокатило. Несмотря на то, что, по сути, это мирные жители, они все равно помнят, что мы недавно кого-то из них убили и сразу нас атакуют. И поскольку их много, никакого шанса на перехват у нас тут нет. Кроме того, в процессе экспериментов удалось выяснить, что у одного из бойцов нашего киборга есть миномет. И он при любой возможности этот миномет использует. Ну, а поскольку выходим в этот сектор, мы практически сразу большой кучей рассеяться не успеваем, то он этим выстрелом нас всех и накрывает. Находясь в безсознании, он проговорил «Сдохни, сволочь!» И вот таким финалом заканчиваются практически все попытки штурмануть этих ребят. Следующий эксперимент в нашей программе мероприятий это испытать на этом товарищи воздействие какой-нибудь гранаты, которые приносят небольшой, но урон. Ну, в данном случае я выбрал перцовку, а на урон наносят гораздо больше. Заодно, кстати, проверим, есть ли у него противогаз. И если нет, то как он отреагирует на то, что начинает задыхаться. К сожалению, убежать мы не можем, на нас сразу сагрятся, на нас обидятся и начнут стрелять. Поэтому давайте ждать здесь и смотреть, что будет. Конец немного предсказуем. В общем, становится ясно, что этот чел заскриптован таким образом, что при любом уроне он сразу моментально начинает нас атаковать. Ну, атаковать начинают и его ребята. Следующий трюк, который я попробовал провернуть, это бросить дымовую гранату. Ну, вернее, перцовку. В надежде, что она начнет расходиться, пока мы будем в другом секторе. Я бросил гранату, ушел с этого сектора, немножко подождал, буквально там несколько минут. Вот, ну, явно, что за это время граната и газ должны были уже разойтись. После чего решил вернуться обратно и посмотреть, в каком состоянии находится этот газ и в каком состоянии находятся, собственно, наш киборг и его бойцы. И вместе с тем решил проверить сразу заодно и еще одну вещь. А что, если мы выйдем в другом месте, вот, например, с другой стороны, и попробуем переплыть здесь? Получится ли у нас обойти этот скрипт? И вот мы получаем ответы сразу на все вопросы. Во-первых, как бы мы ни заходили, высаживают нас всегда, абсолютно всегда в одном и том же месте. Но это потому, что врагов-то здесь нет, это гражданские, нам не дают выбрать. Это, кстати, отличный ход от разработчиков. То есть избежать этого скрипта мы вообще не имеем никакой возможности. Нам придется все-таки встретиться с этим товарищем лицом к лицу. Второе, что мы узнаем, что гранаты не действуют, если мы ускоряемся в другом секторе. Они как бы здесь замирают, замирают во времени. И как только мы сюда возвращаемся, все начинается ровно с того момента, когда мы ушли. И в следующий момент мы выясняем, что мы не можем, к сожалению, уйти и вернуться, потому что он на это тоже обижается. Поэтому я решил приступить к его ликвидации. Я пригнал сюда абсолютно всех и без потерь ликвидировал его следующим способом. Видимо, от большого количества бойцов мне все-таки дали перехват, и теперь я спокойно могу действовать. Предварительно я расставил своих бойцов так, как мне удобно, поближе к врагам, так, чтобы я мог за один ход снести практически всех. Мне, кстати, поначалу казалось, что вот эти враги в виде мирных жителей рассеянные по всему сектору. Ну, оказалось, что они сконцентрированы все вот здесь вот на экране, который мы сейчас видим, и за пределами этого экрана живут обычные мирные жители, которые на нас не агрятся. даже если за этот ход мы всех не убьем, главное их отрубить так, чтобы они не имели возможности стрелять, ну, а потом их спокойно добьем. Здесь, как вы видите, мне пригодились абсолютно всем и анаболик со своим пулеметом, и даже те бойцы, которые практически не имели боевого опыта в этом моде, но все они здесь пригодились, в особенности те, у кого есть подствольник и гранаты. И возвращаясь к вопросу о месте высадки, вы знаете, мне кажется, что даже если бы здесь были враги, все равно нам бы в привычном стиле не дали бы высадиться там, где нам нужно, и мы могли бы высадиться только на вот этом мосту, который ведет с предыдущего острова. Так что скрипта нам здесь точно не избежать. Ну и хороший способ, который, в принципе, убивает вот таких вот врагов, это барит, потому что барит мочит их с одного выстрела, и враг обычно ответить уже не успевает. А поскольку персонаж мертв, уже не срабатывают и его скрипты. Мы с его бойцами воюем уже как обычно, то есть безо всяких скриптов, ну и тут я беру количество. И опять-таки, использовать тяжелое вооружение нужно здесь очень осторожно, потому что здесь есть мирные жители, которые не с этим киборгом, и они действительно могут тогда сагриться. На нас, если мы их зацепим, и тогда будет гораздо сложнее. Потому что остальные мирные жители здесь разбросаны уже по всему острову, и потом бегать их выкуривать будет очень сложно. В особенности, что мне нужно будет этот островок еще как следует обшарить. И, конечно, минус вот этого заскриптованного товарища в том, что он сам первым не начинает разговор, а он ждет, пока мы, наконец, к нему подойдем. Он дает нам возможность рассеяться, и это очень сильно облегчает прохождение, скажем так, силовое этого момента, потому что здесь есть еще и не силовое, но сейчас я обо всем подробно расскажу. Все, у моих бойцов практически не остается очков действия. Мы всех разнесли, кроме двоих. Один лежит за укрытием, а второй лежит на крыше. Да, ну и третий там еще валяется уже полудохлый, который был с минометом, и, к сожалению, или к счастью, никто из них уже ответить мне не может, потому что я всадил большое количество патронов, много попаданий. И дыхалку я из них выбил. И вот, в принципе, все. Врагов здесь больше нет, мы с ними со всеми разобрались, и теперь этот сектор полностью готов для обыска. Давайте его обшарим. В этом секторе достаточно много домов, несмотря на то, что площадь он занимает не такую уж и большую. Кстати, вот эта вот пушечка G11, это от Киборга осталась, и у одного из его бойцов был Барретт. Насколько я понимаю, это второй Барретт в игре, потому что тот Барретт, который был у Фло, он в единственном экземпляре, я в продаже, по-моему, его не видел. Хотя могу ошибаться, уже за полгода прохождения, извините, вылетело из головы. Предметов здесь удалось найти довольно много, в том числе и хороших, очень полезных, но вопрос только в том, что нахрена вообще сюда было все это класть, когда это предпоследний сектор в игре, и больше того, ладно, не буду спойлеров, по сути, все эти предметы нам будут просто не нужны. Сейчас вы дальше все сами увидите, но я обыскал чисто номинально, уже, скажем так, по инерции, но по сути, вот здесь смысла в этом обыске нет уже абсолютно никакого. Зачем авторы раскидывали здесь столько предметов, я, честно говоря, не знаю. Больше того, могло показаться, что с помощью этой экипировки я могу экипировать своих бойцов на будущие какие-то сражения или что-то еще, но, как вы видите, я практически всех уже возможных нанял, у меня 17 слотов занятых из 18, и за предыдущие сектора, в принципе, моих бойцов удалось полностью экипировать. То есть на данный момент игры, если проходить все сектора, все обшаривать, то можно уже по полной программе оснастить всех своих бойцов, и все, что здесь лежит, нафиг не нужно. Пусто! 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 Шуманишься! Пусто! Пусто! Шуманишься! Да, и теперь встает, собственно, вопрос, а давайте попробуем отдать этому киборгу, этому спецназовцу, то, что он хочет, то есть кольцо и кейс. Ну, в данном случае это уже один предмет. Давайте попробуем ему отдать, посмотрим, что он скажет. Шуманишься! 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 Ха! Пусто! Пусто! А вот здесь, недалеко от кучи холодильников и плит, я нашел подземный лаз. К нему мы вернемся. Ну, а пока давайте побеседуем с киборгом и отдадим ему то, что он так хочет. Это, кстати, еще одна промашка авторов. За счет того, что мы должны ему что-то отдать, он без проблем подпускает нас к себе вплотную, что обычно печально для него заканчивается. Кейсу Грина отдавать будет он. И, как видите, я рядом уже поставил Натаху. Сейчас вы поймете, зачем. Как только он попытается сейчас двинуть, Натаха побежит за ним, чтобы увидеть, что с ним будет. Ну, и вы тоже посмотрите, что произойдет. Это довольно забавный и интересный момент. Мы посмотрим, как авторы заскриптовали вот эту часть персонажа, когда мы с ним полюбовно расстаемся и отдаем ему этот кейс. Кстати, он удивляется, что мы отдаем ему не кейс и кольцо, а отдаем ему уже все в одном предмете. Вот, он все забрал и побежал. Смотрите. Вы видели, он просто исчезает. Все, этого персонажа здесь больше нет. Больше того, я не могу, к сожалению, поставить сюда заранее Натаху, потому что очень далеко он обижается на нее. Я пытался на его пути поставить вот такую преграду в виде дыма. Думаю, может быть, он пройдет, немножко в ней застрянет. Я его обгоню. Но я сам в ней споткнулся. Ну, уже и видно, что вот именно сразу за вот этим вот КПП, за этим шлагбаумом он и исчезает. Вы понимаете, да? То есть то, зачем мы бегали по сюжету всю игру, обшарили всю карту. Самолет, исследование, Карлос, тюрьма, Кольцо в Траконе, Дипломат. Это все нужно было лишь для того, чтобы просто избежать столкновения с этим киборгом. Это не имеет отношения к прохождению или к сюжету. Это просто способ прохождения этого сектора. Если вы хотите пройти его с помощью силы, все это нахрен было не нужно. Офигенно, да? Я сам охренел. Все, спускаемся вниз. Взял! Ну, здесь я немножко лажанул. Я вот увидел эти деньги, захотел их взять и не успел переключиться на стратегическую карту, чтобы они не сагрились. В этот раз все сделаем нормально. И обратите внимание, здесь вот эти все здоровые двери, они анимированы и они работают только от кнопок. Просто так их открыть нельзя. Курсор не появляется. Поэтому, чтобы войти вот, например, в эту дверь, нужно дернуть рычаг. Но его закрывает этот товарищ, и он отказывается двинуть. Поэтому для того, чтобы пройти, мы должны его убить. Сейчас мы по-быстрому разберемся с этими товарищами. Класс! Я здесь также расставил своих бойцов заранее, как нужно. Просто блеск! И здесь вышел интересный момент вот как раз с этими воротами. Я их могу открыть только по кнопке, а враги их могут открыть в любой момент. Но что интересно, они вот в такой даже момент, когда я их перехватываю, никогда здесь не задерживаются. Вы видели этот трюк? Враг прошел в мой перехват. Круто! То есть как-то сделано, что если они застревают в воротах, они должны даже в мой ход закончить свой ход. Просто блеск! И все сделано таким образом, чтобы ворота за ними закрылись, и я не мог их открыть. Ну или, скажем так, не мог в них беспрепятственно проникнуть. Да, и я не сказал, что как конкретно вот эти ворота открывает кнопка за воротами. А вот этот переключатель, который рядом со мной, он открывает ворота в другой комнате. Сейчас я вам покажу, в какой комнате и какие ворота. Единственное, я только скажу вам, что я не буду вот в таком стиле проходить. Это очень долго, муторно. Здесь столько вот этих тонких ходов, да плюс здесь еще заминировано. Об этом мы поговорим. Вы сами все поймете. Я перезагружусь и пройду этот сектор уже в мирном стиле, просто чтобы не тратить свое и ваше время. Вот эти самые ворота, ранее они были закрыты. И вот опять этот хитрожопинский трюк, смотрите. Видите, ворота не открываются. Теперь давайте пройдем по-мирному, переговорим с этим товарищем, которого мы только что пристрелили. И от результатов этого разговора вы сейчас просто офигеете. Служба безопасности, сержант Родригес. Предъявите свой пропуск, пожалуйста. Отставить отговорки. Я хочу видеть ваш пропуск и немедленно, в противном случае гарантируя вам серьезные неприятности за попытку несанкционированного вторжения на охраняемый объект. У вас нет права здесь находиться. У меня имеется недвусмысленный приказ по этому поводу. Охрана, уничтожить незваных гостей. Я вам решил продемонстрировать, что будет, если не показать ему пропуск, а если просто попытаться заговорить ему зубы. Ну, давайте теперь предъявим ему пропуск. Ой, дьявол! Ой! Кстати, смотрите, интересный момент. Вот этот Кекс открыл ворота, и у него кончились очки действия. И ворота остались открытыми, то есть я могу входить. Я слушаю. Мне только нужно его ликвидировать, потому что он с собой вход закрывает. Взял! И вот таким макаром можно будет пройти через запасной вход. Он запасной, потому что вы увидите в дальнейшем, что есть еще основной. И у этого запасного хода есть один минус, но об этом тоже чуть-чуть попозже. А теперь, скажем так, честное мирное прохождение. Здесь все как и раньше. Все эти фразы мы уже слышали. Давайте попробуем вытащить из него что-нибудь новенькое. Я при исполнении, и мне бесполезно угрожать. Это может окончиться неприятностями для вас. Ну и, конечно, попробуем дать ему немного денег, посмотрим, как он отреагирует. Я при исполнении, и не настроен шутить. Ваш пропуск, пожалуйста. Подождите, я должен это проверить. О, это пропуск серии 0, выданный боссом собственной персоны. Жду ваших приказаний, сэр. Я сделаю все, чтобы ваше пребывание здесь было максимально комфортным, сэр. Пожалуйста, следуйте за мной, сэр. И он, собственно, ручно, мало того, что просто освобождает вот этот самый выключатель, он ведет нас к той самой двери и даже безо всякого выключателя просто открывает нам дверь. Прошу вас следить за маркировками и табличками. Некоторые сектора этой установки заблокированы, в них нельзя находиться, в целях безопасности запрещается курить. Также запрещено вести разговоры с обслуживающим персоналом базы. Вам должно быть известно, что для доступа к центру нужна специальная ключ-карта со спецкодом. Кстати, центр не входит в сперу моих обязанностей. Желаю вам удачи, сэр. Вот и все. Но прежде чем мы пойдем вперед, я хотел показать вам вот эту маленькую комнатуху. Я ее случайно обнаружил. Мы ее открываем, там кнопка, и самое главное телепорт. Давайте посмотрим, куда он ведет. А ведет он на уровень обратно вверх, вот сюда. Причем, как видите, телепорт односторонний, больше здесь ничего нет. Я так и не понял, зачем он нужен, если рядом есть выход, да и больше того, выходить наверх нам, по сути, не надо. Это бессмысленно. Игра заканчивается в этом самом секторе. Ну что, теперь вы поняли весь маразм ситуации? То есть всю игру мы бегали по карте для того, чтобы якобы по сюжету найти сначала президента, потом его кольцо, потом его портфель. И все это ради того, чтобы просто безболезненно пройти предыдущий уровень, который из силы проходится без проблем, если правильно расставить своих персонажей, если их достаточно. Больше того, и этот сектор проходится без боя, если в секторе, в самом первом секторе, где мы высаживаемся на этом острове с Эль Тора, в одном из шкафов взять пропуск. Причем мы не выбиваем силой этот пропуск из Эль Тора. Он просто как предмет находится в базе. То есть понимаете, да? Мы можем просто сразу ломануться за кольцом, потом сразу идти в Каталину, в столицу, идти к первому сектору Эль Тора, брать у него силой выбивать чемодан, там же берем пропуск. Все, и проходим безо всякой битвы эти два сектора. По-моему, это маразм. Я, конечно, всякого повидал, всяких концовок в модах. Было в Метавире просто адский, адское мочилово-рубилово, практически не берущийся сектор. Были подземные ходы в Шейди Джоб, были засады во Вьетнаме. Ну, то есть под конец нам устраивает настоящий ад. Ну, так, чтобы без боя сдать два последних сектора, у меня челюсть отвалилась просто вот от такой концовки. Кстати, в этом секторе есть какие-то вот двери, якобы, судя по курсору, они есть, но подойти к ним никак нельзя. И это, кстати, не единственная дверь. Сейчас я вам еще такие покажу. Дальше мы безболезненно проходим по этому коридору, и здесь есть два ответвления в две комнаты бункера. Причем, первым мы без проблем входим. Он спокойно открывается, и, как видно, там есть человек, тут все обыскивается. С помощью этого рычага мы открываем дверь, чтобы пройти дальше. А вот со второй комнатой у меня возникли большие-пребольшие проблемы. Я не смог ее вскрыть даже своим чаром. Чума, ништяк! Дьявол! Дьявол! Он говорит, чтобы мы отвязались, что это пустая трата времени. Причем я собирал все ключи на предыдущих уровнях, я все обыскивал. Я обыскал этот уровень, я собрал здесь все ключи, и ключи здесь тоже не помогли. А это, кстати, самый лучший мой вскрывальщик, взломщик, который вскрывает все. Кстати, вот смотрите еще раз. Мы вскрываем эту дверь. За ней, за этой дверью, видна еще одна дверь, но мы никак не можем туда внутрь войти. Мы выходим в большое помещение, в центре которого, собственно, и есть пусковые шахты с ракетами, а справа и слева от него два таких коридора. Сейчас мы их оба изучим. Здесь, как видите, есть инструменты, но большинство из этого нам уже не нужно. А теперь мы вернемся ко второму, скажем так, резервному проходу, и оказывается, что пройти-то, войти туда можно, даже с помощью трюков, но пройти нельзя. Здесь все почему-то заминировано. Причем заминировано каким-то хитрым способом. Пусто. Даже с миноискателем, даже если вручную все прошаривать, все равно он эти мины не видит. Я даже знаю, где эти мины лежат, но наш персонаж все равно не может их никак обнаружить. То есть, такое ощущение, что сделали специально мины не берущиеся, и поэтому по этому коридору пройти просто физически невозможно. Ну, я не знаю, это, наверное, может быть просто такая издевка или подкол авторов мода над игроками. И в конце концов мы, наконец, проникаем к двери, в комнату, куда нам надо попасть. Это конечная цель игры. Но попасть мы туда не можем, потому что нет ни одного выключателя, который бы открывал эту комнату. Но здесь стоял именованный персонаж. Давайте с ней пообщаемся. Пожалуйста, не стреляйте. Я Лили Браун, техник. Умоляю вас, уничтожьте ракеты. В руках всех этих влиятельных лиц, грызущихся между собой, они представляют слишком большую опасность для всех людей. А я могу помочь вам в этом добром деле. Я была бы очень рада, если бы могла покинуть эту установку и наконец-то вернуться к своей семье в Гриффинштейне. Я знаю, где находится кнопка для самоуничтожения ракет. Но для доступа к ней нужен микрочип для ключа от электронного замка. Найдите чип, вставьте его в эту карту и принесите карту мне. И мы получаем от нее специальную карту для доступа, в которой этот микрочип, как видите, отсутствует. Микрочип нам предстоит еще найти. Лучше не надо. Я добиваюсь мира своими путями. Нет, спасибо. Здесь дело не в деньгах, а в свободе и безопасности людей. Ну успокойтесь же, наконец. Вам нужно найти исправный чип. Начальник заводской бригады держит эти штуки под замком. Если здесь внизу вы ничего не найдете, то попробуйте поискать наверху, в бюро. О, пожалуйста, сделайте что-нибудь или уходите. Я не могу здесь вечно торчать. Если меня застанут здесь вместе с вами, у меня будут большие неприятности. Ну сделайте же что-нибудь. Я вам сейчас ничем помочь не могу. Ну что ж, давайте искать этот микрочип. Заодно вообще здесь обыщем. Посмотрим, может здесь есть что-нибудь интересненькое. Посмотрим, что здесь авторы спрятали. Кстати, вот смотрите, здесь вот в этом проеме есть дверь, до которой мы добраться не можем. В северном крыле, насколько я помню, было много ящиков. Сейчас их вскроем. Пусто. Шуманишня. Пусто. И в конце коридора был один шкафчик, который закрывался чуваком, который отказывался отходить. Но я решил сохраниться, вырубить его, вернее пристрелить. Посмотреть, что в ящике и перезагрузиться. Пусто. Хоть и последний уровень, но все-таки интересно, что туда авторы положили. Шуманишня. Прикиньте, и никто на нас даже не сагрился. Вот так. Шуманишня. Если на предыдущем уровне нам даже шевелиться было нельзя, то здесь стреляй не хочу, все можно. А, ну да, у нас же пропуск уровня 0, можно даже стрелять. Ну а далее у нас на пути лежит маленькая комнатушка с тремя шкафчиками, от содержимого которых просто башню сносят. Микрочип. Детектор и деньги. Детектор второй. Будет мое. Первым делом берем чип и вставляем его вот в эту карту. Я специально освободил место, потому что сейчас придется работать с предметами. Ну, все понятно, что этот чип тот, который нам нужен. Вставляем его в карту. Шуманишня. Все, карта готова к использованию. Ее нужно этой даме обратно отдать. И теперь давайте посмотрим детектор и деньги. Будет мое. Да, это тот самый детектор, который мы так долго искали. Я так хотел второй детектор. Но теперь он нам тут нахрен не нужен. Будет мое. Ну а вернее нам нужен как обосравшемуся горшок. Ну и в третьем шкафу лежали 10 тысяч баксов, которые нам нужны примерно как детектор. Но прежде чем мы понесем вот эту карту женщине, у нас есть тут парочка вопросов. Во-первых, все-таки я решил как-то исследовать вот этот второй проход, заминированный. Я попытался его подрывать, скажем, тяжелым вооружением или гранатами, чтобы прочищать себе путь. А второе, меня волнует вот эта вот комната, которую я не могу вскрыть вообще ничем. Ни ключами, ни отмычками, вообще ничем. Тут пусто! Вот, кстати, ключик нашли, но он не подходит. Поначалу я занялся вот этим секретным проходом. Я так подумал, что можно будет туда пройти, запастись большим количеством гранат и просто взрывать каждые два метра гранату перед собой. Просто блеск! И, в принципе, до определенного момента это работало. Я прочищал себе путь вперед, все было хорошо. Но тут нужно такое количество гранат, что оно просто в карманах не помещается. Это нужно разгружать бойца заново. В общем, это просто геморрное. Но самое главное, что я ничего особенного там не нашел. Подрываем первый ряд, потом идем дальше. Таким образом подрываем второй. И так мне удалось дойти аж до самого поворота. А то, что делалось за поворотом, мы уже знаем. В общем, этот участок такая ловушка или стёпа от авторов мода. И больше там ничего такого интересного нет. Можно на это даже внимания не обращать. Все, идем сдавать карту. Все диалоги, которые она говорит, мы уже видели. И ничего нового. Так что можно смело сразу отдавать карту. О, чудно! Надеюсь, это тот самый чип. Я вас сейчас проведу к двери. За ней комната управления. Там вы должны нажать все кнопки на северной стене. И обязательно в определенном порядке. Это очень важно. Порядок нажатия кнопок следующий. Кнопка 1, потом 3, потом 4, потом 2. И, наконец, кнопку 6. Кнопку 5 нельзя трогать. Сохранение очередности важно для запуска отсчёта без риска. Не забывайте. А теперь следуйте за мной. И здесь эта дверь сделана так, что, по сути, открыть её можно только поговорив с этой дамой и выполнив, скажем так, её квест. Ключ карты действует. Не забудьте под конец нажать на кнопку 6. Давайте осмотрим это помещение. Вообще, что оно из себя представляет. Вот эта центральная комната. Ну, вот это видно. Пульт управления. Здесь, наверное, заседает старший командный состав, который готов при повороте ключа запустить эти ракеты. Ну, а здесь расположены непосредственно сами шахты. И в них находятся ракеты. Кстати, вот это место меня удивило, потому что здесь находится какая-то вода. И причём в эту воду мы даже можем встать. Причём вместо воды, вместо ракеты здесь вода. Я только не понял, то ли запустили здесь что-то, то ли оно так и было довольно странно. То ли это... Что это, я даже не могу понять. Понажимал я здесь на все вот эти вот выключатели. Некоторые из них открывают двери. Некоторые, я так и не понял, что делают. Вот здесь, смотрите, я тоже вот эту дверь открыл, но она всё равно никакого прохода мне не даёт. Я буду оббегать вокруг здесь. Непонятно, что здесь конфигурили авторы мода. И что они хотели этим сделать. Хотелось бы услышать комментарий. То ли не доделали, то ли это баг, то ли здесь какие-то были другие планы. Пришлось ставить заглушку, когда уже не было времени, был аврал. Я не знаю. Всё, мы нашли ракеты, мы нашли командный пульт, у нас есть код деактивации или подрыва этих ракет. Собственно говоря, у нас есть всё для окончания игры, для окончания главного квеста. То есть, по сути, осталось нажать вот эти кнопки в нужном порядке, и мы будем смотреть финальный ролик. Вам не кажется, что концовка получилась какая-то смазанная, что ли? Пусто! 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 Ни тебе ловушек, ни адского рубилова, ни нескольких концовок. Всё линейно, просто, как-то даже, я не знаю, шаблонно. Неожиданно мы охотились, были пешками в какой-то игре, и вдруг неожиданно рояль в кустах, а давайте взорвём эти ракеты, а давайте! Дёргаем рычаг, и... Готово! Ах да, последний штрих. Я совсем забыл про невскрываемую дверь. Я решил к чёртовой матери её просто подорвать, и всё. У меня есть динамит, и я её положил. Тут, видите, такой ещё удобный закуток, чтобы далеко не бегать, чтобы нас взрывной волной не зацепило. Ну, кладём. Самое главное, что и враги там тоже спрятаны хорошо, а их тоже не зацепят, то есть никаких проблем с этой дверью не будет. И сейчас эту дверь снесёт к чёртовой бабушке. Ну, видимо, авторы мода тоже решили поприкалываться, потому что предполагали, что сюда никто не войдёт, потому что здесь, по сути, ничего нет. Здесь нет именованных персонажей, никаких ящиков, секретов. Здесь даже нечего вскрывать. Поэтому я так предполагаю, что, наверное, мы и не должны были там оказаться. Ну, давайте нажимать. Ракета начинает самоуничтожаться. Странно сделано. Вообще, командный центр находится на большом удалении от самих пусковых шахт, чтобы его в случае чего не снесло. В общем, всё, начинается ролик. Мы его посмотрим чуть-чуть попозже, а пока я просто хочу вам показать, а что будет, если мы нажмём на ту кнопку 5, на которой нас просили не нажимать. И да, я всё ещё надеюсь получить какую-нибудь вторую концовку. Возможно, что-нибудь будет интересное и необычное. Ракеты остаются на местах, но взрывается весь командный центр. И самое интересное, что в стенах, как вы видите, образовались аж дыры. Мне стало так интересно. Думаю, может быть, ну, хоть тут какой-нибудь секрет будет. Авторы мода положили туда что-нибудь такое, чтобы вот, ну, любопытный человек нажал. Но, к сожалению, нет. Видите, мы можем войти в эти двойные стены. Но ничего там не обнаруживается интересного. Ну, я думаю, что просто даже если там что-то было, наверное, это взрывом бы снесло. Всё, давайте смотрим ролик. Смотрим, чем всё закончилось. Да, кстати, мы можем всё ещё закончить игру. И здесь я единственное решил с собой притащить всех бойцов на всякий случай, которые у меня были в последний сектор. На случай, если будут финальные фразы, они говорить, чтобы, ну, мы, по крайней мере, увидели или услышали все эти фразы. И плюс я их в настройках всех включил, чтобы они опять говорили все свои фразы. Посмотрим, что от каждого последнего. Будет сделано. Продолжение следует... Продолжение следует... Я так понимаю, это был Эндрико Чевалдори. Продолжение следует... Типа хватит с нас работы, мы оказываемся на пляже. Кстати, это сектор К-16, это на севере Траконы. На него наводился курсор, но попасть туда было нельзя. В жизни не видел ничего подобного. И вряд ли увижу трогательное зрелище. Верно. За этим и нужна команда. Да я сейчас весь мир в кулак возьму. Наверное, я бы мог сделать даже новую татуировку и написать все ваши имена по кругу прямо здесь, на мне. Ну, вы понимаете? Эта миссия выполнена. Интересно, куда меня дальше жизнь забросит? Честно говоря, я не был уверен насчет этого места, когда попал сюда. Но мой пробег по окрестностям Драконы стал весьма приятным приключением. Я даже не прочь повторить. Да, я верила в этот день. Люблю, когда по Цезарю. Вени, Види, Вицы. Спасибо за науку. А вот и все, мужики, шабаш. Хей, хей! Мы побудили! Я доволен, что попал в нашу команду. Мы рискнули! Я многому научился. Знаете, несмотря на то, что я сомневалась в вас, Мигель всегда в вас верил. Теперь я понимаю. Вы отлично работаете. Да, да. Жаль, что здесь нет шампанского, Чтобы отметить это достойным образом. И потом, хорошие друзья. Это самое главное в жизни. Боже мой, у него даже в концовке самая длинная фраза. Как же она любит трепать языком. Мы принесли им пользу. В конце Зво умерло. Райская задница. Значит, я заработаю больше денег. Моя миссия завершена. Прощайте. Сделал дело. Гуталин смело. А разве все? А я требую продолжения банкета. Серьезно, неплохая прогулка. Мне такой отпуск нравится. И у нас письмо. Вот от этого я просто офигел. Ну явно же, что это был Энрико Чевалдори. В Медуне. Там было написано, что это в Медуне. В Медуне сидит Энрико Чевалдори. И он покончил с собой. Ну от него письмо. Мы что-то не видели, чтобы он там за компом сидел. Давайте проверим, наконец, главный квест, который был на первой странице. Здесь запись, что ракеты уничтожены. А значит, должен был закрыться самый первый квест. Так и есть. Прояснить положение дел в коротто. И квест закрыт. И как видите, здесь больше нет красных записей. Это значит, что мы выполнили абсолютно все квесты. Ну а теперь я пробегусь по персонажам. Не всех я буду комментировать. И так, в принципе, все понятно. Прокачались они довольно не кисло. И физические кондиции. Ну а также механику, взрывчатку, медицину и так далее. Ну вот, шрам был со мной с самого начала. Потом я перестал его качать. Больше всех, конечно, прокачался непосредственно мой чар. Я бы сказал, это практически майк. До десятого опыта я его, к сожалению, не докачал. Натаха тоже превратилась из обычного пилота в крутейшего снайпера. Со знанием взрывчатки и медицины, между прочим. Кондиции Тедди прокачал себе не очень. Зато прокачал хорошо все остальное. Далее идет Уганда. Я после определенного этапа игры тоже перестал ее качать. Она не так крута, как могла бы быть. Следующий Барри. У него отличные мозги. Но, к сожалению, я поздно его нанял. И не часто его подключал. Поэтому вырос он не очень. Рока мне как-то вообще не пригодился. Да и не понравился мне он, если честно. Как-то он у меня все время в тулу просидел. И поэтому не особенно сильно прокачался. А вот Иришка прокачалась очень хорошо. Потому что я с ее участием провел много оборонительных боев. И плюс тренировками вкачал ей лидерство и взрывчатку. А медицина у нее и так была хороша. Ну и, конечно, наш главный герой Фло. Пес войны. Или, правильно сказать, псина. Или не знаю как. С такими мозгами могла бы прокачаться, наверное, и до девятого уровня. Чуть пораньше бы ее нанять. И она была бы, наверное, вторым по крутости после чара. И спасибо за новую иконку Фло. Так ей идет намного больше. С такими стациями Фло, наверное, попадет в топ-5 эйма. На Шакале я как-то не концентрировался. Он качался сам собой. Но персонаж отличный. Со своими критами он меня очень выручал. Наш Шварц Анаболик, к сожалению, практически нигде не участвовал. И поэтому ничего себе не прокачал. Да и поздно я его тоже нанял. А вот Башковит и Зеленый, смотрите, тоже прокачался. Очень классно. Очень сильно. Я думаю, что чуть-чуть ему тоже не хватило до девятого уровня. Мог бы прокачаться. Я в самом начале мимо его сектора прошел. Нанять бы его чуть пораньше. Гуталин и так круто. Там качать нечего. Впрочем, как и Пегас. Тут тоже просто уже, мне кажется, нечего вкачивать. Единственная меткость только до идеала доводить. Ранда в боях не участвовала. И Боди тоже. Вот, в общем-то, и все. Я сделал итоговую таблицу с остациями всех бойцов, чтобы можно было их легко сравнить. Ну, во-первых, на чем стоит остановиться. Мы сняли больше 5000 юнитов врага. 5237. Из которых 46 были танки. Ну и видно, что больше всего снял мой Чар. Он идет с большим отрывом. Может быть, именно поэтому он прокачался до девятого уровня. Я думаю, что если бы столько сняла Фло или Грин, они бы, наверное, тоже достигли девятого уровня. И также я привожу вторую таблицу. Это первая таблица, из которой я выкинул всех новичков. Ну, или в кавычках новичков. То есть, тех, кто не провел хотя бы 100 боев. Чтобы таблица была более-менее актуальной. Чтобы можно было понять, кто все-таки из крутых бойцов хуже всего. Ну, и здесь тоже есть много интересных моментов. Комментировать я особо не буду. Смотрите сами. Единственное, что меня очень сильно удивило, оказалось, что Тедди провел гораздо больше всех остальных бойцов боев. Даже больше, чем Чар, Натаха, ну и другие бойцы, которые были с самого начала. К сожалению, в этом моде нет режима фрирайда. То есть, когда мы можем свободно побегать по оставшимся секторам. Пособирать, еще кого-то поубивать. Что-то проверить. Здесь нас сразу перекидывают в End Credits. То есть, в окончательные титры, после которых игра заканчивается. Я это комментировать не буду. Я лишь хочу сказать огромное спасибо всем этим людям, которые здесь засветились. Потому что у них получился просто прекрасный мод. И давайте я уже скажу пару заключительных слов про этот мод. Во-первых, начну с того, что мод очень длинный. Очень много здесь секторов. Наверное, в разы больше, чем в предыдущих модах. И поскольку я прохожу на максимуме, то есть, максимально выжимаю из мода, прохожу все квесты, исследую все сектора. То и само прохождение заняло очень большое количество времени. Кстати, рожал я этот мод целых 9 месяцев. С середины января до середины октября. Что касается роликов, здесь, конечно, авторы немножко в кавычках сэкономили. Я понимаю, что ролик сделать это не так просто. В отличие от других модов, здесь, скажем так, такое слайд-шоу. Но тоже, в принципе, сделано неплохо. То есть, по крайней мере, в отличие от какого-нибудь Вьетнама, здесь все организовано так, как нужно. Здесь есть сюжет, большая карта, огромнейшее количество персонажей. Вот это просто поражает. Даже второстепенных и не особо важных персонажей, которые ни на что не влияют. Их здесь просто огромное количество. Следующий момент. Огромное количество NPC-иев, которых можно нанимать. Я так считаю, что здесь, чтобы иметь хороший отряд, и даже не один, а два или три, здесь достаточно вначале нанять только лишь своего чара, сгенерить. Нанять, может быть, одного какого-то хорошего, дорогого бойца из эйма или мерка. И все, идти вперед. Все остальные есть в большом ассортименте на карте. Нанимаются они практически все без проблем. Так что можно не париться, а использовать прямо то, что нам дают авторы мода. Кстати, что касается мерка, я вот решил в этот раз его поиспользовать. Его авторы сильно модифицировали. И не зря. Вот шрам, например, по-моему, получился просто прекрасный персонаж. Мне очень понравилось. С линейкой оружия, мне кажется, чуть-чуть перемудрили авторы, потому что, например, стволы 5-56, как-то они не очень хорошо здесь выглядят, довольно слабенько. Да и вообще, хороших пушек здесь немного. Пулеметы здесь почему-то вообще не пошли. Пистолеты вообще не используются, в отличие от других модов. То есть, например, снайперу пистолет здесь можно не класть, довольно странно. Ну, так же, как во Вьетнаме, здесь используется часто ополчение. В большинстве секторов используется очень грамотно. Мне понравилось. Где-то выручают, где-то отвлекают внимание, где-то просто веселят. И в заключительной части игры их уже нет, они особо не надоедают. Так что все в меру. Патронов здесь огромное количество. Можно не экономить, тяжелое вооружение не экономить. Его здесь очень много. Из минусов, ну, правильнее бы сказать, из несущественных минусов. Я, пожалуй бы, наверное, выделил, во-первых, поножовщину. Здесь по поводу и без, даже с большого расстояния, враги бегают, пытаясь вонзить в тебя нож. Что, кстати, часто их выдает и подставляет. Также авторы мода очень много сделали в городах всевозможных ящиков, каких-то шкафчиков. Все это очень геморренно было обыскивать. Это и, в принципе, является болезнью самой игры. Ну, а в моде авторы еще сильнее это все усугубили. Ну, а в целом это получился прекрасный мод. И если бы меня спросили, рекомендую ли я его к прохождению. Несомненно, рекомендую. Возможно, с какими-то модификациями. То есть, может быть, как-то отключать каратели. Или проходить в более быстром режиме. На более легком уровне. Но, в любом случае, я рекомендую его пройти. Так что выражаю авторам моды и всем вообще, кто принимал участие в его создании, огромнейшее спасибо. Огромную благодарность. Потому что мод явно удался. Ну, и, конечно же, за момент возвращения в Амерту прям отдельное мое восхищение. Потому что я чуть, правда, не прослезился. Спасибо. Ну, и в конце хотел бы выразить также слова признательности всем тем, кто был все эти 9 месяцев со мной. Все, кто комментировал мои видео, направлял меня в нужном направлении, помогал мне, советовал. Возможно, даже критиковал. Я все-таки читал все ваши комментарии, пытался что-то исправить. И, поверьте мне, я несколько раз подумывал о том, чтобы бросить этот длинный мод. Потому что это очень трудоемко все это делать. Но благодаря вашей поддержке я понял, что надо его обязательно добить. Кроме того, мы с вами выяснили, что довольно много вещей, которые написаны на форуме по моду, это на самом деле фикции, мифы. Так что всем вам огромное спасибо. Желаю вам крепкого здоровья. Не болейте. Обязательно играйте в старые игры. У них есть какая-то своя атмосфера, своя душа. И данные моды совсем не исключение. А за всем все. Я со всеми прощаюсь. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok